Поскольку сегодня в сети есть всё, то вопрос встаёт в полный рост, это уже обсуждается, на кой чёрт школьнику знать таблицу умножения, знать основы биологии, знать географию, астрономию, если он всегда может нажать несколько клавиш и всё это подсчитать. Но тогда 17-летние юноши-девушки не будут иметь конвы знаний. Они не будут знать, куда и чего ради нажимать какую-то кнопочку. Искусственный интеллект справится сам. То есть, разумеется, никакой войны машин с людьми не будет. Это всё фантастическое кино. Привет от терминаторов. Люди делаются сами себе лишними, потому что машины чудесно решат все вопросы. Машины выносят огромные перегрузки, машины гораздо экономичнее, машины долговечнее, машины способны стремительно самосовершенствоваться и самообучаться. И машины могут делать всё гораздо эффективнее, быстрее и экономичнее людей. С точки зрения эволюционной, через считанные десятки лет человечество будет лишним. Вот такая история. Но почему оно будет лишним и что там всё к чему? Простите, об этом я написал ещё в книге «Всё о жизни». Об этом же написана книга «Энергоэволюционизм». Потому что вся история Вселенной – это переоборудование окружающего пространства, окружающей энергии и материи, со всё увеличивающейся скоростью во всё больших объёмах. Вот человек перелопачивает всё окружающее гораздо быстрее, чем будет другое существо, любая другая неорганическая система. А машины, созданные человеком, будут это делать ещё быстрее, эффективнее. Так что наша роль здесь – это цепь, звено в эволюции, каковым мы успешно и являемся. Мы в заключении именно поэтому значение искусства в последние десятилетия упала чудовищно. Потому что современная западная литература, по сравнению с вершинами, это всё совершенно серьёзно, современная живопись, это мазня по принципу пендрёжа, это акционизм, когда можно изъявить, вот если я сейчас возьму вот этот стакан, его поставлю, скажу, произведение искусства, стакан, грунт, половина воды, смысл, это масса. Вот сейчас плюну тогда будет вообще произведение искусства в стакане. Вот что мы имеем сегодня. Так что, что можно сказать? Во-первых, желательно получать удовольствие от всего. Во-первых, нужно спешить жить. В-третьих, не нужно верить, когда вы вешаете розовую лапшу на уши. А в-четвёртых, нужно обо всём, наверное, думать самим. Потому что кругом всегда бегает масса народов, которые рады вложить вам голову в свои мысли. Вот. Так, ну а теперь давайте задавать вопросы. Вот так, уже есть готовый вопрос? Давайте, давайте. Системы, никакой теории мироздания, а есть рассуждения на разные темы, не более чем. Был один великий мыслитель русской истории, Александр Богданов, но он был слишком умён для окружения. Во-первых, на дворе стояли буйные десятые, двадцатые годы, двадцатого века. Во-вторых, и он был покритикован Владимиром Ильичом Лениным лично, в-третьих. И Лениич между нами философии ни хрена не понимал. Он был гениальным стратегом революции, но в философии он был форменная дубина. Но поскольку активный мозг требовал пищи, то одно время он писал всякую чушь, вроде всех этих философских тетрадей и тому подобное. Так что Богданову сильно не повезло. Вот то, что я говорю, это не футурология. Это та философия, которая в России с трудом приживается, потому что нет такой традиции, нет такой школы, нет такого ничего. Вот какая история. Понятно, что изложить вот в рамках такой полуторачасовой встречи, сорокаминутного диалога, немного не о том, изложить свою философию, я категорически затрудняюсь. Но дело в том, что мы гибнем. Мы вступили, мы, человечество, в последний этап своего существования. Это не промыслы, не страшилки, не культурология. Вот каждый из нас здесь знает, что раньше или позже умрали. И с этой мыслью все как-то свыклись, смирились и так далее. Каждый читал, нет, ну это я в руках, не шоссофии, не каждый, но постарше многие слышали у Энгельса, что вот когда-нибудь угаснет, светило, ее последние красные лучи на земле, люди угасают, но перед этим они пожили при коммунизме. Вот это-то все, конечно, была чушь собачья, да и наука с тех пор кое-чего нового узнала. Так вот, все имеющее свое начало имеет свой конец. Это мы знаем. Все, что появилось раньше или позже погибнет, это мы знаем. Но то, что это будет с нами вот так, вот в этом мы поверить не можем. В 37-м году никто не мог себе представить, что будет 1944-й. Этот ужас, когда американские бомберы будут сносить в Себенку огромные немецкие города, когда убитые будут исчисляться десятками миллионов. Никто не мог. Многие люди не могли себе представить. Не могли представить, что железо плавает по воде, что человек летает по востоку и так далее. Думать надо о том, что с нами будет. Вот когда человека крепко прищучит, то ему не доискусство. Он занимается насущными проблемами. Даже самый пульпурный. Так вот, считайте, что нас прищучило. И что думать сейчас надо о главном. Выживем ли мы? А если да, то как это можно сделать? То, что я говорю, это часто называется таким затасканным словом агармизм. Это не агармизм. Это все так оно и есть. Если вы действительно хотите въехать, возьмите оно прямо есть в интернете бесплатно. Называется Михаил Веллер энергоэволюционист. Очень просто. Там и страниста немного. Достаточно прочесть три страниста. Это начинается типичное русское философствование. Давайте об этом порассуждаем. Значит, не хотите, не боритесь. Но если ваша телега съезжает в пропасть, то нужно посмотреть, что там можно сделать, а вдруг что-нибудь появится. Простите, на этом я заканчиваю дискуссию. Не из неуважения к вам, а просто не очень много. Есть ли еще вопросы? Чтобы я мог, я бы, конечно, людей убедил. Но это не в силах человеческих. Сейчас очень модный жанр в мире – это футурология. И вот такой автор, как Харари. Произведение его «Homo Deus. A Brief History of Tomorrow». Скажите, пожалуйста, вот ваша книга – это отечественное импортозамещение такое или что? Простите великодушно. Когда я говорю, что Россия не создана для философии, я имею в виду и то, что основной я написал 21 год назад. Но для этого умных людей, способных это понять, должно быть больше. В России есть и всегда были. Люди гениальные, люди умные, люди образованные, трудолюбивые, хорошие. Но, к сожалению, их процент, поскольку история была такая гостная, всегда был недостаточным для того, чтобы они могли, протянув руки, дотянуться друг до друга кончиками пальцев и образовать какой-то слой, который мог бы что-то хранить. Книги Харари писались, начиная с 2011 года. К этому времени все, что я хотел по этому поводу сказать, я уже написал. Но дело в том, что мы живем в американоцентричном мире. Поэтому учиться надо в Оксфорде, переводиться надо на английский, жить надо не в России и, кроме того, надо быть левым. Когда ты гомосексуалист и веган, это способствует продвижению. Когда ты главную благодарность выносишь Джареду Даймонду, тупому скоту, который объяснил, что все дело в географическом детерминизме. Если пересадить австралийского аборигена в Норвегию, то его дети ничем не будут отличаться от норвежьих. То есть полное отрицание генетических каких бы то ни было оснований для развития интеллекта и так далее. Но это будет одно. Россия находится на опочине мировой мысли и находилась на ней всегда. Сейчас более чем в советское время. Вот какая история. Михаил, я написал свой вопрос. Посмотрите, пожалуйста. И про Давлатова. Считаете ли вы, что его творчество это такой художественно выполненный донос? Художественно выполненный донос? Донос. Нет, почему донос? Ну, перечитаем. Нет, не считай. Так. Я могу сказать, но просто я передал, если вам удобно прочитать. Так, вы передали. Это вот это вот? Да. Да лучше бы вы его сами читали. Сегодня в мире идеологический кризис. Нормальный человек не может, уважая себя, присоединиться ни к одной существующих и так далее, никаких идеологий и так далее. Можно ли ожидать появления новой, более приемлемой идеологии для нормального современного человека, результату, примеры, какой кончился? И, уважаемый Всеволод, вот кроме себя никого не могу приглядеть. Вот здесь вот у меня выходит книжонка, ну, буквально в течение одной-двух недель должна выйти, которая называется «Еретик». И, ну, там написано в том числе о русских, в том числе об евреях, в том числе кое о чем еще. Если говорить об идеологии, то есть черный четырехтомник, который называется «Энерговолюционизм», и далее «Социология», «Эстетика», и что там еще я сейчас забыл, «Энерговолюционизм» и так далее. Если говорить о том, как устроено, проще всего взять книжку, которая называется «Человек в системе». И там, в общем и целом, все изгодно. Спасибо. Итак, теперь вот этот вот вопрос. Три вопросы. Ваше вересповедание. Здесь у меня кризис аналогичный с мнением Всеволода. Я не могу полностью идентифицировать себя в рамках ни одной конфессии. Вы знаете, если бы пришлось какую-то одну выбирать, то, наверное, я ближе всего к баптизму, то есть к классическому баптизму в рамках протестантизма. Чего вам хочется больше всего на свете? Всего. Ну, вы не шутите. Как-то можно чего-то одного больше всего хотеть. Так. Кто вы больше – писатель, социальный критик или журналист? Что значит социальный критик? Я не совсем понимаю, что писатель. Нет, ну, по-моему, можно понять, что вы социальный критик. Журналист. Я не журналист. Если брать из этих трех, то самому себя не скромно называть писателем, как-то в русской традиции. Все равно же сказать «я человек умный» или «я человек благородный». Но, знаете, вот в силу своих скромных возможностей, как могу, пытаюсь что-то делать. Так. Здесь написано, что такое «не везет» и как с ним бороться. Да, у меня один рассказ так называется. Мне страшно понравилось это название. А это что? Так. А, это вопрос. Так. Вы знаете, поскольку любого это занимает, поскольку почти все знают греческое старинное характер, это судьба, вот когда-то давно-давно я написал книжку, которая называлась «Доктор Звягин», и которая потом в результате страшной ругани создателем была названа «Приключение майора Звягина». Этот идиот вообще хотел назвать крутой майор, но когда я узнал, я лично поехал в Петербург и устроил, значит, скандал. Вот там есть и глава, которая называется «Что такое «не везет» и как с ним бороться». Ну, это страница примерно на 35-40 книжных, но я надеюсь, что написано это не занудно. Вот там и по возможности ответил. Какие есть еще вопросы, а то в самом деле про терапию было мало. За безмерное доверие к печатным словам. Психология человека, так считающего, обычно устроена так. В один момент он в состоянии воспринимать только одну фразу и одну мысль, которую сейчас вы считаете. Потом, по прошествии времени, у него в голове остается та фраза и та мысль, которая на него произвела мне больше впечатлений, а остальные вылегают. Таким образом, книга может называться «Легендой работы». «Легенды» – это уже определение кое-чего. Дальше может быть и автопредисловие, которое начинается фразой. «В Москве есть все, кроме правды». Ладно. И далее, когда идет, значит, простите, если я вас вчера еще и в итоге приходилось делать. Рудольф Абель никогда не был знаком с Кобелем и Моголем. Рудольф Абель никогда не был резидентом в Великобритании. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, это сюжет, который... Как только начали говорить за разведку, тарик сломался. Работает разведка. Заработает? Он хочет быть в женской руке, я понял. Вы еще не устал? Вот вы говорили о самоваре, правда или неправда. Я сказал, что первая половина неправда, вторая правда. Если мы возьмем первую половину, билетеристическую, то то, что могло произойти с каждым из этих семи, это правда, потому что вообще такие люди, конечно, были. И люди получали разные вещи, в том числе теряли конечности. И в Венгрии в свое время, и в Словакии, в гражданскую войну, и где угодно. То, что были госпиталя для ампутантов на все четыре конечности, первым об этом написал давным-давно, еще в конце 60-х, Юрий Нагимин. Ну и сейчас об этом написано уже много, как их убирали с улиц. По-моему, это была ранняя весна 46-го года, когда по всему союзу были тема, ставая плава. Здесь правда. А вот то, что они все могут, ну это уже неправда. Но вы знаете, что характерно? В России практически все обратили внимание только на первую часть. Вторая была пролистнута, вроде как вторая часть эпилога, «Война и мир» Льва Толстого. Даже мнение профессиональных толстоведов, что «Война и мир» — великий роман, Лев Толстой — гениальный писатель, но, конечно, вторая часть эпилога — это просто какая-то фигня, какие-то его там размышления ни о чем. Ну мозгов не хватает, нет философской традиции, понимаете, да? Лев Толстой не был глупый человек. Но Лев Толстой, кроме Адама Смита, читал Агюста Конт и Шопенгару. Про Адама Смита они слыхали, Шопенгару не может быть, а и читали, а создатель объективизма Агюст Конт — это для лидературоведов уже чересчур круто. Поэтому они не понимают, что писал Толстой «Война и мир». Это вот в некоторых других странах вторая часть сразу была понята. Ну это уже дело такое. Так, у нас был здесь еще вопрос, на котором что-то оборвалось. А, да, Рудельфаби. Так вот, понимаете, когда-то Колосов, а как же было имя Колосова, может, он подскажет, который был спецспором правды, завпунктом правды в Италии. Леонид Колосов, по-моему. Он был журналистом и неплохим, а на самом деле это была крыша, на самом деле он комитетский. Вот. Вот он опубликовал о Конане Молодом, а потом вышла очень интересная книжка Конана Молодого. Она у нас близкочила еще в 60-е. Тоненькая книжка. Там про разведку очень мало чего, но все-таки про внедрение. Как его из Австралии перекладывали через Канаду. Как он снимал комнату, как он заводил знакомства и так далее. Безумно интересная книжка. Я купил на развале за 100 рублей, потому что продающий не понимал, что это такое. А так, в общем и целом, я это все, конечно же, придумал. Но когда я это дарил профессиональному разведчику, равнодородию Виктору Суворову, то это его привело в совершеннейший восторг. Он сказал, ну, конечно, понятно всем, что все это делается не так, но как это выключено с этой концовки, это гениально. Вот, да, спасибо, спасибо. Я так и подумал, хорошая концовка, правда? Да. Если бы надо перевести книги на другие, какие выключили? У меня Чим-Чим когда-то там переводилась на эстонский. Понимаете, какая трудность? Об этом мне сказала еще одна францужинка, очень русская в третьем поколении, Марина Шацкая такая была, которая переводила меня когда-то в регенте Минского проспекта, в году 96-м, наверное, я там не помню. И когда я сказала, значит, наверное, легко переводить простой разговор, я язык на столе. Вы шутите? Я тут лежал, что я говорю, что, ну, язык, разговор. Она открыла, тыкайте пальцы, вот как это сказать? И тут оказалось, что это практически непереводимо. Когда человек пишет нормальными литературными фразами, они могут быть простые, так еще лучше. Они могут быть сложные, но нормальные литературные. Но когда идет игра оттенков, оттенков интонации, оттенков смысла, отсылов каким-то там, литературной жизни, например, это непереводимо. В этом большая трудность. Вот Стивена Кинга, как легко переводить, почему вы переводите, понимаете? Вот, и Чака Паланика. Как просто переводить Чака Паланика? С идиотами всегда проще. Знаю, что с ними надо делать, понимаете? Так что, да, вот, спасибо за вопрос. Вопросы? Можем? Да. Вы раньше жили в Калинии, и сейчас вы видите и заметили, наверное, изменения в нашей жизни, да? Что вам здесь нравится? Что, может быть, в чем-то вы очаровались, а в чем-то не разочаровались? Ваши впечатления? Слушайте, когда-то в советских газетах вот какой-нибудь американец или англичанин приезжал в Москву, и в газетах обязательно писали, вот, мистер Смит, что вам понравилось в Москве? Скажите, вас очаровала, красавица, Москва? Понимаете, я как-то смотрю на эти вещи изнутри. То есть, понимаете, вот, ну, есть какая-то вещь, вот, 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 вот ты впервые попал и впервые увидел небоскребы Манхэттена. Ну, все это впечатляет. Вот ты впервые увидел пирамиду. Ни хрена себе. Все это маленькое, низкое, вот это фигуре, там плавает, да, это, да, что ты, когда увидел пирамиду? Ни хрена себе, понимаете? В Талине я прожил больше двадцати лет. И приезжаю сюда регулярно все годы после этого. Я здесь бываю зимой, неделю, две, три. Летом, месяц, полтора. Так что все эти изменения, конечно, очень постепенные. Могу только сказать, что, конечно, за сорок лет везде изменяется, человек знает что. Это понятно. Вот интересные изменения, это когда-то, когда я жил в Байкале, на нашей стороне стояли дома, ну пусть там двухэтажные, но все-таки дома, там кирпич, деревянные, двухэтажные, но дома. А с китайской стороны через реку какие там фанзы вообще жалкие, соломенные. И вот я приехал в Забайкаль несколько лет назад, пятьдесят лет спустя. На той стороне стеклянные небоскребы, на этой стороне разворюшки строений, которые стояли пятьдесят лет назад. Вот это производит тяжелые впечатления, но впечатлений сильные. А здесь, поскольку начиная с четырнадцатого года Россия стала страшно опускаться, все эти санкции, контрсанкции, ну про которые главная шутка, что возведом на все американские санкции мы будем бомбить воронь и тому подобное, когда хури давится, не понимаете, тракторами, а людям жрать нечего, когда, по-моему, четырнадцать полных красных икров взяли браконьеров на Камчатке, спустили в яму, то ли известью засыпали, то ли в керосином салили. А нафига где в домах красный икрохан им нужно? Конечно, засыпать известью. Ну, поэтому, я человек неприхотливый. Много лет их же очень много, я очень бедна. То, чем сейчас в России кормят народ, жрать нельзя. Понятно, что здоровый человек в тридцать лет и в гости переваривает. Здоровье у меня уже не то, как писал Логин. Больше пятнадцати минут я его не удержу. Но они же народ травят своим пальмовым маслом. Ты берешь эту курицу, и ты видишь, как из этого бедра сочится антибиотик, стероид, консервант и краска для придания товарного вида. Разве можно это жрать? А потом идти лечиться, а переверить и так далее. Так что вот, понимаете, вот гречневая каша пока еще не травят, вот бананы доставляют откуда-то, тоже, по-моему, безвредные. А там вообще очень тяжело. И когда после этого заходишь в тайный нормальный супермаркет, но эти забытые чувства изобилия, это как в 88-м году впервые пустили за границу, заходишь в Париже в магазин, а там четыре тысячи видов сыров. Чувство одно, непонимание, что... Как это вообще может быть? Это как-то знаменитая история про советскую ткачиху, которую повезли с группой в Германию, там завели в колбасное терместного магазина, она упала в обмор, ее привели в себя, она встала в слезах и спрашивала, за что. И вот, блин, звучит по-живовецкому, а все на самом деле. Так что, понимаете, по сравнению с Россией, там делается все более чистым, европейским и изобильным. Вот это и есть. Можно вопрос, пожалуйста? Да. Скажите, можете провести параллели между Евросоюзом и Римской империей? Считайте, что процесс распада Евросоюза в два душа. Это первый вопрос. Второй вопрос. Конечно, какие-то параллели есть, потому что, когда что-то объединяется, одно объединение всегда можно сравнивать с другими объединениями. Но, но, все-таки разница, а именно, Евросоюз это своего рода, те самые, о которых писали многие 120 лет назад, Соединенные Штаты Европы, и чиновники Брюссельские Евросоюза устроились с ловкостью необыкновенной. Они ни за что не отвечают. Они кооптируются, избираются в свою контору, непонятно каким образом. Там сидит, ну там сидит человеческий шлак. Там сидят зауряднейшие люди с ограниченными умственными способностями, которые в гордом остолбенении от своей роли в мировом процессе. Они регулярно принимают кретинские законы, и законы делаются все более кретинские, и дышать под ними уже невозможно. А бюрократия, как любая система, имеет тенденцию умножиться сама по себе. Вот что бы ни было, но бюрократия будет множиться. Как один из законов Питерса, какой бы вам ни получили работу, через два месяца она будет занимать все ваше рабочее время. Точно так же, какая бы ни была бюрократическая структура, через несколько месяцев начальник потребует увеличения штатов, потому что каждый день он придумывает работу. То есть Евросоюз, конечно, давно надо контрактубить, потому что это совершенно паразитарное явление. В Римской империи все было иначе, ну, до поры до времени, разумеется. А далее, что касается распада сегодняшнего Евросоюза, здесь нужно говорить о причинах глобализма, о тенденциях в течение всей истории человечества сливаться и унифицироваться. Это отдельный вопрос. Сейчас от глобализма огромное зло для большинства, но для элиты это очень хорошо, потому что удешевляется рабочая сила, увеличивается прибыль и прочее, прочее. То есть дело идет к тому, о чем писал Жак Атали, мировая качающая элита, и где-то там плебс, которые будут кормить, поить, одевать, пускай ничего не делает, дешевле, чтобы не пугался под ногами. В России вот это уже происходит, в России народ нечет, потому что достаточно 10-15 миллионов человек, чтобы обслужить все газовые и нефтяные трубы, Маргарет Тэтчер этого никогда не предлагала, в России это придумали сами, а ей густа почему-то вложили. Остальное население лишнее. Оно только хочет пенсии, оно хочет зарплат, оно хочет квартиры, хочет за них мало платить. Нахрен они все сдались, пускай едут все. В Евросоюзе, вот понимаете, как они все надоели, поэтому Британия правильно делает, что выходит. Дай Бог, чтобы новое правительство в Италии тоже было правым. Макрона давно пора повесить, этого поганого ставленника дешевого, наймите мирового финансового капитала. Что касается Старухи Меркель, этой старой советской шпионки, то ее место вообще на Грунбергской скамье. О чем вы говорите? Она в ГДР замаранная тем, что папа работник культа, чьи в университете, член общества дружбы, ГДР СССР, русский язык, стажировка в Непропетровске, пребывание в Харькове, пребывание в Москве, потом она, знаешь, начинает делать научную карьеру, и на какой-то парксекретарь своего института. Она думает, что не работала на штазе при этом? Это невозможно. Маркус Вольф был не тот мальчик, чтобы вот это вот у него не было охвачено. После чего Маркус Вольф исправно сдал все архивы на Лубянку. Так что, что касается Меркель, нет-нет, как писал Высоцкий, то есть, я говорил Высоцкий вместе в встрече, ты уже на свободе лишних года 4 переходил. Вот она уже на свободе много лет пересидела на самом деле, потому что ее уничтожение, самый передовой в мире атомной энергетики в Германии, а для того, чтобы поставить в зависимость от российской нефти газа, давать нефти и газу, Роснефть и Росгазу прибыль, а Германия в зависимости. А потом, чтобы валить Евросоюз, свободный допуск мигрантов. То есть, мигранты в Германии могут делать хрен знает что, полицию запрещено их пальцем трогать. Так что, что касается Меркель, Бог шельму метит. Она уже как встанет, так ее трясет. Она уже слушает гимн, сидя. Скоро ее будет трясти, сидя, лежа и во сне. У вас есть второй вопрос? Раньше мы очень часто передали с передачей Владимира Соловьева, а в последнее время вознили творческие разногласия с вами на Германии. Послушайте, какое отношение к творчеству имеет политика Кремля? У нас с Володей Соловьевым много лет были самые дружеские отношения. Они были еще до того, как он стал меня звать на свои передачи к Барьеру, потому что когда у меня в 2005 году вышла книга «Великий последний шанс», оказалось, что ее прошла вся Дума, вся президентская администрация и так далее, и так далее. Срочно сделали под нее, ну буквально копию, только верноходную, проект «Россия», который писал отчасти Дубин, отчасти Параханов, отчасти Никита Безбаков под страшным секретом. Книгу давали буквально бесплатно. Также бесплатно давали только потом книгу «Не святые святые» отца Тихона Шевхунова. Тихон Шевхунов и главный священник КГБ, ФСБ, личный духовник Путина. Поэтому миллионы его книг всучить народу – это святое дело, понимаете. Так вот, с 2005-го Соловьев меня стал назвать, потом, с 2014-го, все было иначе. Я устроил несколько скандалов, когда вот начали из донбассской истории. Меня год в полтора не звали, потом немного позвали опять, потом перестали звать совсем. Вот, последний раз Соловьев был полгода назад, но там стало уже невозможно. Вовка выбрал свою игру, он государев человек, он человек состоятельный, живет на гонораре, там свои бизнесы, свои деньги и так далее. И он вращается в соответствующих сферах, соответствующие высокие друзья. Ну, это же надо как-то отрабатывать, понимаете. Так что, ну, работа такая, ну, государев человек, ну, надо посчитать, что он работает главным пропагандистом в Кремлевском бюро пропаганды. Но мне-то там делать нельзя, понимаете. А то, что происходит на интернерном телевидении, ты его с ума сошел. Когда этот самый уродец, как его шейки на лишение, несет в ведро, где, партон, написано слово говно без одной и другой в середине и предлагает, значит, украинскому гостю туда что-то ходить можно, что-нибудь возьмем. Вот. Так что, вот такие теперь времена, к сожалению. Я не менялся. Эта политика менялась. Да уж, наладо. Да. У кого-то? Да, да, да. Вики, рожденый в СССР. Что? Я говорю, Вики, рожденый в СССР. Вика, рожденый в СССР. Вика? Вика. У нас август ассоциируется с распадом СССР. Эти дни. Куча. И этот... Вы не считаете, что особо, когда эти страны разбежались, разбежались, и если нам было подписывать договора со всеми республиками, чтобы не было такого сейчас состояния, как у нас с Украиной. по поводу русского языка, по поводу церквей, по поводу границ, и по поводу уважения к победе, и... к носителям победы, к чужой, и к победе. Все понятно. Я думаю, что сегодня подавляющее большинство населения согласно с тем, что за исключением трех прибалтийских государств, бывших трех советских республик с 40-го по 91-го год, которые всегда имели ясное желание из состава Советского Союза Союза. Прощие республики, что касается людей, которые голосовали в марте 91-го года, проголосовали за то, чтобы Советский Союз сохранить. Люди понимали, что все эти связи экономические, культурные, хозяйственные, вся интеграция и так далее, она идет на пользу. И поскольку на весну 91-го цензуры уже не было, свобод было уже дофига, предпринимательство было уже свободное, уже можно было нормально работать и дышать, то незачем было разваливать это на куски. Но мы не являемся зрителями схваток бульдогов под ковром. От бульдогов там только отгрызенные хвосты летели. Таким образом, три друга богатыря, Ельцин, Шушкевич и украинский товарищ боялись чего? Первое, что социалисты-коммунисты попробуют провести реставрацию, потому что они происходящее ненавидят. Ну и действительно, ГКЧП имело место из людей убежденных, ну, во что они были бестолковые, но они были не сами по себе, там были значительные силы. Они боялись, что их место могут заступить люди более популярные, более сильные, более мудрые, чем они. А власть они терять не хотели. Поэтому сделано это было очередь в торопях. То есть, ребята, давайте сейчас по-быстрому, по тем границам, которые есть, чтобы быстрее, чтобы быстрее, чтобы каждый начальник в своей независимой стране. А потом, ребята, мы в рабочем порядке сделаем. Ну а как же? Конечно, потом в рабочем порядке сделаем. Вот и все. Вот так вот оно было сделано. Было сделано, разумеется, преступно, потому что развод так не делается. Кроме того, что это противоречило совершенно честному голосованию, прошедшему, за полгода до этого. Это было сделано с полным наплевательством на интересы всех крупных населения, которые при этом страдали и так далее, и так далее. Потому что, ну, каждая будущая страна должна говорить интересы для своего народа, свою территорию, свою экономику, свое-то все. Нифига этого не было. Ну, о чем тут спутят? Это, конечно, надо было делать. А теперь уже поздно. А теперь видите с Крымом? С Крымом поступили Катские два раза подряд. Первый раз, когда, не думая абсолютно, весь Крым, вся Новороссия и Одесса и так далее отошла к Украине. Почему Одесса украинский город? Ну, чего, честное слово? Почему Севастополь украинский город? Ну, какого решили? Когда Харьков был украинским городом? Разве что Ленин не был нарисовать в конце 18-го года. Но когда взяли обратно, мы взяли именно тогда, когда они турнули Януковича с его бандой. Вот именно в этот момент, не то, что в течение 20 лет спокойно, деньгами, культурными связями, сколько потеряла денег Россия в результате этой истории, не видев еще, понимаете, давным-давно говорил, что вся эта эпопея стоила Россия 60 миллиардов долларов. Вы берете 60 миллиардов долларов, делите между Януковичем, его премьер-министром, его генеральным прокурором и тем еще, они вам организуют в Украине референдум и обеспечивают, что 90% голосуют за отделение Крыма, чтобы он вернулся к России и все были бы счастливы, не было бы никакой войны. Но что не делает дурак, все он делает не так. Так что мы долго будем это хлебать. Понимаете, еще, кстати, о том, что будет в книжке, которая должна быть. Когда Россия входила в Среднюю Азию или на Северный Казахстан, то есть там, где были феодализм или вообще доплеменной строй, то она, конечно, несла культуру. Культуру быта, культуру промышленности, культуру чего-то. Когда Россия занимала территории европейские, она их тоже очень быстро превращала в части себя. Но там уже получалось сильное снижение. То есть оттябли в 39-м, в 44-м закрепили у Финляндии и Карелии. Теперь из Карелии ездят отдыхать в ту Финляндию, которая осталась. Отдыхать в бывшей Финляндии не хотят. Все загашено. И точно так же тут время от времени появляются материалы негодующие. Почему это калининградцы? Они еще норовят называть себя кенигсбергцами, а город свой любят называть кенигсбергом. Что это за германофилия? Что это за русофобия? То, что никакого Калининграда вообще нет в природе. Старый, похотливый, бессмысленный козлик дедушка Калинин к этому году не имеет никакого отношения. Калининград это ничто. А кенигсберг это древний город со славной историей, который кое-чего значит. Житель Кенигсберга это одно, а житель Калининграда это произносить противно. Ну вот как-то. То есть так, как в Крыльске острова. Ну, посмотрите через пролив с ближайшего четырнадцать километров как живут японцы на своих островах и как живем значит мы на Курильских островах. Фу, суки, боже мой. Там обувной мастерской нет. Там вообще нихрена нет. Там нет ни людей, ни экономики, ни хозяйства, ни фига. Это не собака на стене. Это какой-то, я не знаю, щенок на камне. Но японцам мы не отдадим. Китайцы уже наполовину планировали все Приморье из Дальнего Востока. Но японцам устрову мы не отдадим. Как писали Евгений Петров вкладывая в густа Остапа Бейнгера так протяните ноги старых дуралей. Понимаете, только им нужны эти четыре несчастных Курильских острова. И вот примерно так вот они все и гербанили. Да в гробу они эту страну и дали. Они живут вахтовым методом. Значит Россия для серьезных бизнесменов у которых семьи постоянно не вступляли за границей называется шахта. Бабло качается. А вы говорите? Одна секундочка. Теперь попытаемся ваш вопрос как системализировать. Вы сказали что я сказал что Россия на обочине цивилизации а на западе левые движения в связи с этим что русский человек может позаюствовать. Я не понял я не понял суть вопроса. Такое что запад он с одной стороны лучше России с другой нет. С одной стороны чего запад лучше а с другой нет. Так громче каждое слово по отдельности запад с одной стороны следующее слово лучше а с другой что значит лучше значит слово лучше здесь я прошу прощения как выражаются профессионалы некорректно лучше что там задницы толще или лучше что там продолжительные жизни длиннее или лучше что туда едут жить потому что жизни жирнее или лучше чем или лучше тем что там мигранты немов насилуют чем лучше тем что они не наобороты тем что тем что они ничто понятно и что из этого следует дальше а что следует заимствовать у них в блютуг или в привычках а что нет значит наука и философия это не быт значит чтобы было понятно и как вас зовут Никита дорогой вот у меня выйдет я говорю через пару недель должна выйти книжонка которая называется еретик в ней есть большая глава на стране 150 я думаю которая называется русский путин там кратко изложена история России именно кратко понятная доступная в основах и так далее значит если мы будем брать все достижения российской цивилизации то было так буквально две по полторы минуты сначала пришли норманы и основали старую ладогу это был первый укрепленный населенный пункт на территории будущей Руси затем Рюрик основал Новго то есть сначала пришли норманы и норманы рассматривали гордарики то есть цепь крепостей на пути из варяга в бреки как свою колонию потому что с окрестных племен будь они славяне будь они чутки будь они финалов они они зимой собирали дам сколько захотят а летом они их ловили продавали в рабство тех которые молодые с дорогой вот так складывался русской государственности потом пришли монголы навели порядок Московия была улусом орды а стали русские земли киевщины окрестностей потом вошли в великое князь польско-литовская потом было опустим потому что иначе слишком долго будет если говорить о современной науке культуре искусстве и так далее это было после Петра Петр совершил великий поворот вот с 1700 года мы можем говорить о науке о культуре об искусстве и так далее и так далее все это было имплантировано из Европы на русскую почву одно прижилось лучше другое хуже третье не прижилось вверх таким образом в середине 19 века в России была уже в общем самостоятельная литература самостоятельная музыка самостоятельная живопись потому что Достоевский в мире стоит на вершине и Чайбовской мировой музыки на вершине и были люди но философии повезло немного меньше потому что философия больше нарабатывается так вот любое государство у любого любой народ у любого старается брать то ценное что ему нужно вместе с ним оно вечно зачерпывает всякое дерьмо если же вы хотите чтобы я вам зачитал весь список что мы берем а что мы отвергаем то это все-таки тема отдельной лекции я вам ответил вкратце спасибо отмечательно спасибо большое спасибо 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 спасибо